ПЕСНЯ Ансамбль Чесменской церкви и дворца Один из самых красивых сооружений Петербурга. Это самый значительный памятник. Петербургской неоготики XVIII века, построенный в честь победы русского флота над Турками в Чесменской бухте в 1770 году. Путевой дворец построен в 1770-х годах архитектором Фельтоном по образцу средневыковых английских замков. Для Екатерины II на седьмой версте по дороге в Царское село в болотчистой местности Кикерике, что в переводе с финского – «лягушачье болото». Поэтому дворец первоначально назывался Кикерикицким. По преданию, место для строительства путевого дворца было определено Екатериной II. Якобы гонец от графа Орлова с вестью о победе русской армии над Турками под Чесмой настиг ее на этом месте, на пути в Царское село. Увеселительный замок Чесма при Екатерине стоял на заросшем травой лугу среди прудов. Обычная императрица приезжала во дворец утром, слушала божественную литургию, обедала, прогуливалась и отправлялась в Петербург или Царское село. Каждый год в годовщину Чесменской победы Екатерина совершала парадный выезд в свой замок и проводила здесь целый день, устраивая торжество не только для своих офицеров и придворных, но и для простого народа. Чесменский дворец представляет собой равносторонний треугольник с круглыми башнями по углам и большим круглым залом в центре. Мощные стены, похожие на крепость, прорезаны стрельчатыми окнами. По задумке архитектора дворец должен был походить на средневековый рыцарский замок. Дворец был окружен земляным валом и глубоким рвом с водой. Круглый зал дворца на втором этаже императрица использовала для встреч с георгиевскими кавалерами. Главным военным орденом России, орденом Святого Георгия, здесь были награждены Кутузов, Суворов и многие другие. Название Чесменского дворец получил в 1780 году в память о блестящей победе русского флота над Турецким в Эгейском море. Позже, в XIX веке, здесь основали сначала церковь, а затем инвалидный дом для военных. Тогда же дворец приобрел свой нынешний вид. Со стороны каждой башни дворца достроили по флигелю непонятные безликие пристройки. Если приглядеться, то кажется, будто у дворца не хватает купола на центральной башне. Изначально купола действительно не было, потом его все же достроили. Советская власть из нелюбви к церквям снова снесла купол, оставив дворец в первоначальном виде. Во дворце сейчас находится Общетехнический факультет Университета Аэрокосмического приборостроения. Оригинальным произведением неоготики является Чесменская церковь, храм Рождества святого Иоанна Предтечи, день Рождества которого совпал с днем победы российского флота над турками. Построенная вблизи дворца в конце 1770-х годов, Чесменская церковь была задумана как памятник морской славы российского флота и должна была напоминать о неслыханной по героизму победе. Торжественная закладка храма состоялась 6 июня 1777 года в присутствии Екатерины II всего двора и шведского короля Густава III, дабы напомнить ему о военном могуществе России. Храм был построен по проекту архитектора Юрия Фельдона. Строительство комплекса было задумано и одобрено самой Екатериной II. Церковь была освящена 24 июня 1780 года в праздник Рождества Иоанна Предтечи. В советское время в 1924 году с колокольни были сняты колокола и отправлены на переплавку. Вместо креста на куполе были установлены скульптурные изображения на ковальне клещей и молота. В разные годы здесь размещались мастерские и склады. Здание сильно пострадало в годы Великой Отечественной войны. После реставрации в 1977 году отдано для экспозиции Чесменское сражение филиалу Центрального военного морского музея. В ноябре 1991 года церкви был осложен первый молебен, а через несколько месяцев она была возвращена на епархию. За Чесменской церковью находится Чесменское мемориальное кладбище. С 1836 года здесь стали хоронить ветеранов русской армии, умерших в инвалидном доме для военных, расположившимся в Чесменском дворце. Позже на Чесменском кладбище нашли свой последний покой участники многих войн и сражений. К середине 20 века эти захоронения подверглись уничтожению. В период Великой Отечественной войны на этом месте появилось мемориальное кладбище защитников блокадного Ленинграда. Интересные факты Чесменский замок стал последним пристанищем знаменитого Григория Распутина. Для вскрытия тело старца, выловленное из Невы, было привезено в богодельню, находящуюся в Чесменском дворце. Распутина отпевали, обследовали и приводили в порядок именно в Чесменском замке. Пристанище по-настоящему последнее, поскольку замок это последнее подтвержденное местонахождение святого дьявола России. В 1919 году в Чесменском дворце открыт первый в Советском Союзе концлагерь Чесменко лагерь принудительных работ. Его закрыли в 1922 году. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ